Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаляму алейкум, уважаемые телезрители! Мы рады вновь вас приветствовать на нашей передаче «По душам». Мы сегодня поговорим о такой интересной теме, почему в нашей жизни некоторые события повторяются, вроде и люди разные, вроде и события разные, но иногда даже в конфликтах мы повторяем одни и те же ошибки. Это тема нашей сегодняшней программы, оставайтесь с нами. В основном причины конфликтов — это разные ценности у людей. Порой мы сами не замечаем, как мы провоцируем конфликт тем, что повторяем одни и те же ошибки в общении. И в основном это всё возникает, когда потребности одного человека мешают потребностям и нуждам другого человека. Порой в жизни человека происходят повторяющиеся события, и он иногда не может понять, а что же я делаю не так? Вроде всё делаю правильно, но почему-то итог, как бы результат один и тот же. Иногда конфликтуют на одну и ту же тему, иногда ему не нравятся определённого типа люди и так далее. В чём же кроется природа такого поведения? Давайте разберёмся вместе. Природа данного поведения кроется в том, что наш мозг мгновенно запоминает неприятные ситуации вокруг себя. И если так случилось, что, к примеру, мы поругались с кем-то в доме, с друзьями или даже по телефону, мы сразу не можем отвлечь себя от неприятных мыслей. Необходимо какое-то время для того, чтобы данное чувство прошло. Но почему же мы всё-таки реагируем и конфликтуем из-за одних и тех же вещей? Всё это связано прежде всего с тем, что в момент реакции мы нечаянно можем задеть больную тему для человека, либо такую личностную точку, которая его волнует. Психологи установили, что в процессе жизни человека, в процессе учёбы или в процессе общения они иногда некоторые вещи не завершают. Например, не договаривают или не сдерживают обещания, либо начали какое-либо дело, но не закончили. И это имеет свои последствия. Давайте посмотрим, какие. Всё, что мы делаем, по сути, имеет своё начало и, соответственно, конец. И все процессы в нашем организме работают по этому же принципу. Ведь, согласитесь, каждое наше действие сначала начинается у нас в голове в виде мысли, в сердце в виде намерения, а уже потом мы воплощаем это в жизнь. Когда что-либо появилось в наших мыслях или в сердце, более того, если мы уже что-то начали делать, желательно это завершить, потому что иначе наш мозг будет постоянно удерживать в голове данное незавершённое дело. Эта теория нашла своё отражение в таком понимании, что человек изначально целостен, и он постоянно, оказывается, стремится, то есть каждый из нас, мы стремимся к определённой целостности, то есть к полноте, чтобы всё, что происходило в нашей жизни, было в гармонии с нами и со всем миром вокруг. И в этой связи психика человека – это своего рода большая, огромная система. Если происходит, например, незавершённое какое-то дело, то происходит небольшой сбой в системе, из-за чего нам, нашей голове, постоянно хочется обратно вернуться в тот процесс бессознательно и его закончить. Но отчего же тогда с абсолютно разными людьми мы совершаем одни и те же ошибки? Например, обижаемся на них одинаково, разочаровываемся, как и в предыдущих отношениях. Учёные в области психологии проанализировали активность головного мозга в моменты, когда он пытается изучить ошибки. По словам авторов, складывается ощущение, что мозг человека сам не хочет решать проблемы, но не хочет, чтобы они повторялись в будущем. И поэтому мы постоянно прокручиваем в голове прошедшие события, дабы не угодить в подобную ситуацию. Наш мозг, так как не имеет возможности воочию, допустим, увидеть и распознать, в чём же конкретная причина, иногда реагирует на сигналы. Например, если в детстве человека кто-то обидел, например, в 5 лет или в 10 лет, то мозг просто сразу автоматически запоминает, например, лицо этого человека, примерную тему, на которую он был обижен и так далее. И потом, в последующем, допустим, спустя 20 или 30 лет, если он увидит вновь какого-либо человека, примерно напоминающего ему того человека из детства, то мозг автоматически среагирует. И он начинает относиться к этому человеку, к новому, так, как будто бы к тому из детства. Другими словами, если мы, допустим, кому-либо что-либо не договорили, или не дообъяснили, или, возможно, не попросили прощения, что-то не закончили, это всё остаётся как нерешённая, незавершённая задача в нашей голове. И потом, в последующем, естественно, мы хотим, как бы, желая завершить это, мы бессознательно повторяем вокруг себя те ситуации, которые были когда-то. Очень хорошо, если в такие моменты у вас есть друг или близкий родственник, который может подсказать, поддержать или просто выслушать. Важно, оказывается, в такие моменты советоваться. Даже если вы просто объясните свою ситуацию, то есть выразите её наружу, на душе и в голове уже станет легче. А если же вы являетесь тем другом, с которым делятся и который всё это выслушивает, то есть важно с пониманием выслушать и проявить участие. Тем не менее, существуют ли определённые признаки, вот, например, сигналы в нашем поведении, да, то есть как мы можем понять, что да, мне нужно работать над этим, да, что-то у меня не завершено и так далее. То есть, оказывается, определённые сигналы, или, можно так сказать, признаки, по которым мы легко можем выявить, что с нами не так. Вы замечаете, что конфликтуете с похожими людьми или ситуацией? В таких случаях нужно вспомнить самую первую похожую ситуацию и простить обидчика. Вы замечаете за собой несобранность или непунктуальность? В таких случаях нужно выписать все ваши незавершённые дела и постараться их закончить. Вы чувствуете, что вся жизнь складывается не так, как вы хотели. Здесь необходимо принять некоторые вещи такими, какие они есть. Чувство, что вы сильно не успеваете. Здесь нужно уделить внимание главному в своей жизни — приближению к Аллаху. Иногда бывают ситуации в нашей жизни, когда нам кажется, ну это же несправедливо, ну почему именно в моей жизни это происходит? Почему вот повторяется всё и так далее? Но оказывается все события, которые вокруг нас происходят, они не просто так происходят. Если по воле Аллаха мы встретились с чем-то, скажем так, что нас окружает, или кто-то что-то сказал, допустим, не то, что вам нравится, кто-то обидел или кто-то указал вам, допустим, на какую-то ошибку, то, несомненно, возможно, нам и нужно было с этим встретиться. Возможно, мы и должны были это увидеть, чтобы исправить самих себя. Ведь все люди вокруг нас, а не зеркала, являются нашим отражением. Незавершённые дела, к сожалению, имеют такую тенденцию накапливаться. Например, в понедельник не сделал этого, вторник не сделал, в среду, в пятницу, и в субботу уже кажется, что ну всё уже невозможно, как будто последняя капля. Для этого, оказывается, нужно сесть и конкретно записать, с чего всё началось. То есть докопаться до своего внутреннего ощущения, что вот, ну почему конкретно, почему я злюсь на этого человека, что он сделал не так, какие чувства у меня вызываются в этот момент. И когда, оказывается, мы понимаем самих себя, мы немного успокаиваемся. Успокаивают также размышления о мироздании. Например, если вы начнёте задумываться о милостях Аллаха, о том, как много нам, людям, было даровано по его милости. Как много людей, которые в ещё худшем положении, чем мы, как много мы можем сделать или помочь другим людям. Все эти мысли помогают нашему мозгу, можно так сказать, собраться, и, ощущая благодарность, стремиться к лучшему себя. Ведь мудрецы говорят, лучшее, что может сделать человек, это стать лучшей версией самого себя. Таким образом, если вы замечаете за собой, что возникают какие-то повторяющиеся события, что, например, с разными людьми вы конфликтуете на одну и ту же тему, или, например, какие-то стечения обстоятельств повторяются, то нужно задуматься о том, что, возможно, где-то в голове или внутри что-то незаконченное. Возможно, кому-то что-то недоговорили, перед кем-то не извинились, кому-то что-то обещали, не выполнили. То есть необходимо перенаправить свою энергию и внимание на те прошлые события, прежде чем планировать что-то в будущем. У каждого человека есть свой внутренний мир. Это своего рода духовный храм, в котором тоже происходят определенные события. Так вот, если эти события, которые нас беспокоят, заканчиваются и решаются внутри, то они также заканчиваются и решаются и снаружи. С вами была передача «По душам». До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok